Повелители пространства Принцесса улыбается. Белоснежный размах 20-метрового крыла упруга опирается на сочное, тёмно-синее, пахнущее холодком космоса, небо. Бодрящая трель пятиметрового потока в очередной раз издевается над гравитацией, унося аэродинамическое совершенство планера на 5000 метров. Высота — это свобода. Принцесса умеет менять её по очень выгодному курсу. Километр высоты на 50 километров дистанции. Однако это на скорости максимального качества в 110 километров в час. Мы же мчимся 200 километров в час и, не жалея, сжигаем высоту в тупке скорости, потому что знаем, где вновь заправиться энергии и продолжать поглощать сотни километров пространства. Сегодня, чтобы пролететь тысячу, нужно лететь очень быстро, потому что вечерние грозы отберут у нас как минимум час драгоценного времени. А из-за утренней инверсии взлетели поздновато, в 11, долго и упорно лаская первый утренний поточек. Обратите внимание на планер с правой стороны. Это тот самый планер, которому Герр Волка потрубил в своё время крыло монтором. Мы с ним летаем вместе в сере. И вот сейчас мы делаем видеосъёмочку этого планера. Мы с ним летим по маршруту красиво вместе. Принцессы отправляют за фюзеляж причудливые барханы Калахари. Оранжевый горизонт бесконечной пустыни сливается с неописуемо синим небом. Иногда его украшает яркая белизна облаков. Мы ныряем под облака и охотимся на потоки. Чтобы лететь быстро, нужно брать только сильные потоки и центрировать их сразу, с первой спирали, находя сочное и вкусное ядро невидимой воздушной энергии. И потоки есть. Ещё утром стало понятно, что прогноз не обманул. Преодолев первые 100 километров безоблачного неба, мы оказались тревожно низко над колючими кронами зонтичных деревьев. Впереди была искомая цель. Подбирая в неэффективных слабых потоках сотенку-другую метров топлива высоты, принцесса подкрадывалась к наливающемуся энергии телу облачной гряды. Знаете, пока не попадёшь в пустыню, можешь никогда не научиться сединить воду обычную. Сейчас мы её ценим. Особенно вот так вот посмотришь на всё это и думаешь, блин, как тут вообще люди живут. И ведь живут как-то, и дорог-то практически никаких. Вот, посмотрите, вот. Снизу, ну что это вот? Во! Здесь, наверное, есть места, где не ступала нога человека, разве что первобытного. Ну и вот люди, даже дороги к ним нету. Вон. Вот как они живут, как они вообще ездят? Пешком ходят сюда, что ли? Ну кто-то есть. Какие-то маньяки, может, сектанты какие-нибудь. Вот одна дорога тянется какая-то по Калахаре, грунтовая. Вот она идёт от Сишина куда-то в сторону Ботсваны. Ну и так вот и всё. Посмотрите на этот велико-унылый пейзаж. Ну он не унылый, он по-своему красивый, но вообще так впечатляюще. Слушай, я думаю, Харрех, помчались дальше. Как же жарко. По прогнозу 40 в тени. Удар в крыло. Ещё один. Закипающий воздух подхватывает планер. Упругая энергия первого утреннего пятиметрового стремительно уносит к прохладе высоты. Помчались. 5200 метров. На приборах зажглись снежинки предупреждения о близкой к нулю температуре. Это же прекрасно. И с жарой в прохладу. Под урывающую от палящего солнца бесконечную радость облачной грязи. Просто бомба. Везём мы уже скорость больше 120 км в час. С учётом того, что это ещё не пик погоды. И мы долго выбирались. Очень был тяжёлый уход. У нас дома бушуют грозы. Не знаю, где мы будем приземляться, потому что все сказали, до 7 часов на аэродроме делать нечего. Мы мчались и радовались. Гряда из сросшихся в стремительную ленту облаков уносила нас к первой поворотной точке маршрута. Средняя скорость из жалких 108 км в час уверенно росла к требуемым 140. Шансы есть. Мы использовали гряду ещё раз и смело наметили очередную точку в Бетсване. Тогда мы ещё не знали о коварстве зоны умирающих облаков и капкани деградирующей гряды, заманившей на малые высоты. Мы просто поднырнули под воздушную трассу, ведущую в Йоханнесбург, и помчались навстречу приключениям. Летать в погребе просто хайп. У нас сегодня планируются, возможно, грозы. У нас, знаете, какой чемодан вырос. Но они очень красиво работают по линии. Видите, с левой стороны вообще нет ничего. Абсолютно никаких облаков. И поэтому можно идти по линии вдоль пустыни Калахария и по этой линии развивать гигантский сообщество на скорость. То есть сейчас можно там 180 км в час среднюю скорость держать. В общем-то, не особо не парить. Но вот эта дырочка сейчас побольше немножечко, поэтому мы ее на ней немножко высоты, так сказать, подсбросим. Но потом ее сразу наберем. Так что вам такой вот был кусочек из работы под грядой. Такой нескучный. Ну и главная музыка у нас, видите, соответствующая. Под такую музыку можно тягачить вперед! Мы просто поднырнули под воздушную трассу, ведущую в Йоханнесбург, и помчались навстречу приключениям. В Ботсване лил дождь. Облака обожрались энергией и выросли в причудливые башни, которые проливались на землю долгожданными ливнями. Далее идти не стоило. Гораздо разумнее выглядело следующее плечо маршрута на запад. До синиющих на карте огромных озер было всего 250 км. Сейчас мы оседлали грязну и по гряде дошли до границы с Ботсваной впереди. Вот так выглядит Ботсвана на границе с ЮАР. Ну, от границы с ЮАР мы уже 50 км. Граница, собственно, вот там, куда я сейчас крыло показываю, и мы туда полетим. Чтобы уйти от дождей, пришлось изрядно потрудиться. Погладив крылом плачущие облака, принцесса прыгнула с 5000, лихо прошив зоны распада и депрессии. Мы вышли под ленту свежих облаков и вновь нарастили среднюю скорость 140 км в час. Значит, шансы все еще есть. Облака таяли. Воздушная масса сменилась на более сухую и стабильную, сделав облака и потоки долгожданными подарками. Раскаленная бесконечность пустыни Калахари пылала жаром, неприятно приближаясь на длинных переходах. Облака — это ведь не всегда потоки и не всегда сильные. Метр два брать нельзя. Упадет средняя скорость, не успеем пройти маршрут. Поэтому мы немного рискуем и опускаемся все ниже, туда, где нет ни дорог, ни видимых признаков жизни. Сотни километров раскаленного песка. Если приземлиться, брррррр. О, как же хочется вверх, в безопасность высоты. Вот такая пустыня под нами красивая. Вон там сзади у нас остался дом, домашний аэродром. Вон, это тоже розовое облако. Ну, вот домой нам теперь только к вечеру. Ну, так мы немножечко шалим. В сторону Ботфана шалим. Сейчас летим в сторону Бацваны, посмотрим, как там бацванята всякие живут, бацваняры, бацванищи. И вот так вот у нас впереди, пока погода хорошая. Собственно, и по прогнозу таковая должна оставаться. Ну, тоже так растут иногда пальцы из облаков. Но будем надеяться, что это все-таки пустыня. В пустыне не должна быть совсем уж ужас-ужас-ужас всего. Нам повезло. Очередное облако из пушистого комочка расцвело в причудливый цветок. Розовая пустыня отражалась в розовой подошве облака. Мы искупались в пушистой прохладе и весело помчались дальше. Впереди, там, где и нужно, бушевал атмосферный фронт. Бездна энергии. Как раз на поворотной точке у голубых озер. Голубые озера оказались страной серых и с сушеной жарой соляных блюдец. Поворотный пункт был взят идеально. С проходом в поток против ветра. Который теперь превратился в верного помощника, подгоняющего нас к дому. Эх! Хе-хе-хе-хе! В сверче! Так я еще не летал. Ну, кстати, я бы не сказал, что тут подъем какой-то такой суперский. Мне кажется, сейчас как раз пойдет. Это воздух чуть-чуть разгоняется. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так. Ну вот так вот мы развлекаемся. Сегодня пролетели до 729 километров. Пролетим, наверное, побольше. Вот сейчас смертчики наберем побольше. И по маршруту. А до дома 315 километров. Шестой час маршрута, средняя скорость, требуемая 140. Хорошо. Лишь бы не накосячить. Ведь теперь потеря темпа – это уже не возврат домой. Мы не можем срезать угол и спрямить долет. До аэродрома 315 километров пустыни Калахари. Ныряющий горизонт у солнца светит в спину и подгоняет вместе с ветром домой. Домой. Тепла и энергии все меньше. Домой, принцесса. Ночевать в песках – это не наш путь. Принцесса уверенно отправляет за фюзеляж причудливые барханы Калахари. Оранжевый горизонт бесконечной пустыни украшен массивом облаков и переразвитой грозой. Играй с небом в шахматы, нужно думать на пару шагов вперед. Мы снижаем темп, переходя на более экономичный стиль полета. Сейчас ни в коем случае нельзя оказываться низко. А здесь, видимо, вот эта вот лента подняла снизу достаточно активно песочек. Прям видите, как все запухтело. О, образовалось вторичное облако интересное. Низовое. Как правило, оно всегда сопряжено максимальной скороподъемностью. Ну-ка попробуем мы сейчас туда прорваться. Заодно пощупаем это вот. Вот видите, сейчас на камере оно видно, это облако. Я сейчас прямо на него разверну борт. И прямо через песочек пройду, пощупаем. По идее, здесь максимальная скороподъемность будет. Возможно. А возможно, нет. Сейчас я какие-то минусанские ловлю. Ну и надо же пощупать эту бурю насквозь. Впереди гигантский развал. Гроза высосала энергию из пространства, оставив 70 километров мертвого воздуха. Какие же мы молодцы, что набрали под кромку. Если у тебя 5 метров, можно смотреть и на это приключение позитивно. А вот если бы не набрали и шли на тыщенку ниже, ух, лучше и не думать. Мы сегодня можем наблюдать розовые облака днем. То есть пустыню, вчера сли мощнейшие дожди, прошел мощный холодный фронт, который, во-первых, достаточно холодный сегодня, во-вторых, воздух кристально чистый. И в связи с этим на облаках, если вы обратите внимание, вот я сейчас снимаю, они розовые. То есть сама пустыня в облаках отражается и делает их розовыми. Очень красиво. Вот сейчас хорошо видно розовое облако. Розовая пустыня. Принцесса идет на экономичной скорости в 140 км в час, уверенно приближая облачный массив. Воздух оживает. Упругие толчки пинают крылья, но все еще тянут ввысь. До дома 100 км, и чтобы долететь, не хватает 2000 метров высоты. Впереди блоки гроз. Чтобы их обходить, нужна энергия высоты. Здравствуйте, уважаемые любители планерного спорта. Вы можете наблюдать набор веселого экипажа, формирующегося ливнем в облаке. С одной стороны дождик, как обычно у нас. С другой стороны дождик, мы посередине. Принцесса впитывает энергию, стекающую со склона в горной цепи, ограждающую Калахари. Мы прошли пустыню и аккуратно подбираем высоту. Рядом мощное массивное облако. Можно сразу к нему, но мы осторожничаем и теряем время в полутораметровых потоках. Нужен резерв. С грозами не шутят. В прошлом году мы как-то рискнули. И не долетели. Эй, гэй, слабоумие и отвага! Капайлот, кричи наш девиз. Слабоумие и отвага! Да. Чипи даем спешать на помощь. Ну вот, вот и все и кончилось. Планер теперь чистейший. Снизу посмотрите, видите, фавелы, где живут наши друзья с темным цветом кожи. Вот сейчас там уже на них дождик пойдет. А мы летим в наш аэродром. Вечер. Грозы. Стрек от вариометра расстреливает сомнения. Мы долетаем и смело рвем ткань пространства, протискиваясь в щель между двумя грозами. Ворчащие молниями исполины роняют былые шлейфы дождей и больше не страшны нам. У нас есть высота. Свобода над пространством. Тысяча семь километров. Мы пройдем маршрут, если вернемся на аэродром. Вот. А это вот не факт. Видите, радугу красивую. Вот нас от дома отрезало огромным количеством гроз. Вот один блок грозовой. Ох ты ж блядушки. Вон второй. Между ними дырочка. Мы в любом случае идем на дырочку, потому что нам садиться в пустыне Калахари негде. И у нас запасной аэродром Хишин. Вот та Хишина у нас уже и до лед, и все, что хочешь. До заката осталось. Чуть больше 35 минут. Нет, чуть больше, 45 минут. Вот. Я набираю максимально возможную высоту, сколько вообще здесь могу. То есть уже невзирая ни на время, ни на что, какая радуга красивая. Принцесса скользит с небесной горки, радуясь результату. Тысяча пройдена. 1051 километр дистанции со средней скоростью 140 километров в час. Это была славная охота. Окружающее нас небо в развалинах и растеканиях. Энергии нет. Пришел наш час. Как это? Скорее, товарищи, все по местам. Посмотрите, какие шквалы идут по земле. Как это? Последний парад наступает, блядь. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Вон, посмотрите, 7 часов вечера, 18.59. Тянет вверх, что со страшной силой. Мы умудрились очень грамотно вырезаться из-под грозы. Посмотрите, вон гроза одна идет. А вот гроза с левой стороны. А мы прошли в дырочку. Под левую грозу вон идет шквал. Видно, как пыль несет со страшной силой. И мы должны как можно быстрее сесть на аэродром, потому что через горы переваливает дождь. И вот как раз надо нам очень быстренько и красивенько приземлиться. Вот, привезли мы тысячу километров, тысячу и семь, если быть точным. Но, конечно, минус, что сейчас придется садиться в турбулентности. Так-нибудь справимся. Последние живые облака на границе Калахари сделали нам подарок, позволив долететь домой и закончить очередную великолепную шахматную партию с небом. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Слушай, какие нескольнички, а? Вот это юга плеча! Смотри, я и все насти! Эй! У-у-у! Ю-ху! Прыгаем, прыгаем чуть-чуть в каркушку! Ага! А теперь, смотри, нуряем, 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 нуряем! А-а-а-а-а-а-а! Нуряем! Я стою у планера. Уходящее за горизонт солнце купается в космах дождей, превращая их в алые всполохи южного сияния. Изнуряющая жара сменилась мягким теплом, обнимающим после холода высоты. Мы успели замерзнуть, и теперь греем носы, улыбаясь теплым лучиком. Легкий ветерок приносит убаюкивающие запахи вечернего покоя. Аэродром ложится спать. Все дома отдыхают. Потому что завтра снова в веселое разнообразие неба. Как же я обожаю эти небесные шахматы! 28 ноября 2019 года Куруман, Южная Африка Продолжение следует... Продолжение следует...